3 декабря заместителю командующего Черноморским флотом, участнику Великой Отечественной войны, Михаилу Бочкарёву исполнилось бы 100 лет. Легендарный земляк ушёл из жизни в прошлом году. Накануне его памяти увековечили в Севастополе. Сегодня перед отлётом в Москву глава Чувашии встретился со служивцем контр-адмирала Аполлоном Петровым. Подробности в следующем материале. Мемориальную доску установили в Севастополе, на фасаде дома, где долгое время трудился контр-адмирал. В своём инстаграме глава республики отметил, что важность этого события трудно переоценить. В Севастополе, на здании тыла Черноморского флота, где Михаил Павлович служил много лет, установлена мемориальная доска. Выражаю признательность лично губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову, правительству города, командованию Черноморского флота, региональной общественной организации Севастопольское Чувашское национально-культурное общество и лично всем, кто внёс вклад в увековечивание памяти нашего выдающегося земляка. Инициативу увековечить память легендарного земляка поддержала капитан первого ранга Аполлон Петров, тоже уроженец Чувашия. Сегодня он после кратковременного отдыха на малой родине улетел в Крым, а утром в аэропорту встретился с главой региона. Говорит, что Михаил Бочкарёв стал примером для многих поколений моряков. Он очень сильный руководитель, как 10 лет командовал этим штабом. И участник обороны Севастополя, то есть в Москве был, потом на Северном флоте воевал, потом на Юго-Черноморском. И до 99 лет трёх месяцев, почти сотый год пошёл уже вместе, мы всё время в одном ветеранской организации были. Мы вместе служили в Севастополе, в Черноморском флоте. А он начальник тыла был, начальник тыла Черноморского флота. А я на боевых кораблях военно-морских служил. Михаил Бочкарёв родился в селе Кожевиное Порецкого района. 20-летним юношей он был принят военно-морское училище имени Фрунзе. В годы войны при обороне Москвы командовал огневым взводом. С мая 79-го Михаил Павлович контр-адмирал в отставке. Он много трудился, писал книги и руководил Севастопольским союзом ветеранов. Вот они на фото вместе с президентом. В гости к земляку приезжал и глава региона Михаил Игнатьев. Война меня застала. Когда я плавал на Каспийской флотилии, на канонерских лодках, на практике, после третьего курса. Мы пришли как раз в воскресенье в Баку, готовиться к увольнению. Но нам потом Молодцев объявил 12 часов начала войны. Нас спешно вернули в училище, посадили за парты и приказали за полгода кончить училище. Тогда, в 2015 году, на память о встрече в Севастополе, Михаил Бочкарев подарил главе региона свои книги. Контр-адмирала помнят и на его родине в Парецком районе. Здесь, в школе Парецкой, даже класс имени Бочкарева есть в Парецком районе. Он, конечно, и Кожевников родился, а сейчас уже класс. Он полностью эмблемой, в форме ходит этот класс. А школа называется имени Крылова. Там тоже адмирал был в свое время. Герой своего струда в 1945 году получил этот Крылов. Они вот на школе два героя учились. Боевой товарищ Михаила Бочкарева в свои 79 и сам продолжает служить на флоте в качестве специалиста-инженера. По стопам отца пошли и оба его сына. Василий Аполлонович недавно был признан лучшим штурманом Черноморского флота. Глава региона пригласил военную династию Петровых приехать в республику в следующем году на встречу с кадетами. Дмитрий Ковалев, Павел Редков и Андрей Шоклев. Республика.